Лаошин Виктор Иванович, это не придворовая территория, она вроде как городская должна быть. Вот пересечение Дихопольцево и Монзайдное, и вот по Дихопольцево в сторону Универсалта, там такой зеленый парк, видимо, нет? Ну, как раз он сквер, да, да, да. Вот, как раз этот прироциальный микрорайон, он по численности, там одни-те-теэтажки, всех хочешь, дороги, ни одного парка нет. Сделайте, вот где уже этот сквер, сделайте, поставите эти дорожки, скамейки проведите. Обещали. Вот, сейчас продолжите, продолжите. Да, 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 хорошо. Вот, был такой мэр, Климов, я не знаю, существует ли? Вот когда он избирался и приходил в 23-ю школу, чередитировал, за... Да, я ему говорю, сделайте вот в этом районном сквере, он мне говорит, я еще сейчас мэром стану, но вот на следующий год вроде бы как, у нас уже он сверст на этот план, а вот через год мы там сделаем. Ни мэра, ни этого, они его уже, наверное, еще... Смотрите. Знать его пора уже давно. Там вот... Он сказал мужик, написал за книг, но не ушел. Это не мужик, это одно название. Я понял, давайте я коротко отвечу на ваш вопрос. Вот этот кверх, он давно, его пионеры дети, 23-е школы, и центр юности, мой любимый, с которым я всегда общаюсь, уже лет 20. Мы там постоянно выходим на субботники, все там убираем белые, скверы-то, да, там детская площадка, возникал вопрос, там много мусора тоже, мы там нашли. Она такая страшная. Страшная, подремонтировать надо, согласен, но тем не менее она там возникла с пустоты, и слава богу, что она там есть, туда ходят дети. Там был на третьем микрорайоне, был проект коммерческий, сделать зону отдыха большую, администрация отводила там землю. Был инвестор, но этот инвестор порисовал-порисовал картинки красивые, потом что-то его напугало, я не берусь говорить, что он там плохой или хороший, но что-то его напугало, и инвестор исчез. Планы эти остались, говорить, что завтра там будет бороться, не приходится, сквер сохраним, и сквера парк не сделаем. А то, что там, это вот округ, где я был когда-то городским депутатом, один из наказов был сделать хоть какое-то спортивное там сооружение, мы добились. ФОК там построил гастром, слава богу, это много крови стоило, и пота, и сил, большого количества людей и в Хабаровске, и в Комсомольске. Следующий этап, на самом деле, все-таки довести до логического завершения, вот тот проект, который был по зоне отдыха в третьем микрорайоне. Потому что я с вами полностью согласен, это самый большой спальный район города Комсомольска-Нанды. Самый большой. И там люди должны жить не хуже, чем в центральной части, на Дземгах и так далее. Поэтому в планах это есть, на контроле, я себе еще раз отметил, что для людей это важно, мы будем это с этим работать. Почему там в парке вся сила, чтобы мамочки сидели с детьми и... Ну, пара, в парке, в сквер, да, я понял, в сквер, по благороднике вот. Я думаю, что коллеги присутствующие здесь, вот мне подсказывают, что он по программе благоустройства в следующем году стоит этот сквер. Поэтому возьмем на жесткий контроль, как в городской цене этот сквер, мы сделаем, чтобы стамейки появятся, освещение появится и будет, он в личное состояние приведет. Себе тоже отметите, в следующий год можете меня теребить и бить палкой по голове, если я не сделаю. Спасибо, следующий год. Спасибо. 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 Спасибо.